Мы обещали одесситам порадовать их новостью 1-2 апреля открыть движение по водопроводной. Открываем 4-го числа, но я вам скажу, могли бы открыть еще позже, потому что погоды, я думаю, что одесситы, прагматичные, грамотные, умные, анализирующие события и видящие, как мы работаем, наверное, с пониманием относятся к происходящим процессам. Потому что непогоды, подключение контактной сети, трамвайный путепровод, это все давали свои осложнения. Тем не менее, я благодарен тем подрядным организациям, благодарен нашим сотрудникам, гор-электротрансу, ребятам, которые днем, ночью работали над тем, чтобы освободить или открыть такую транспортную, очень важную транспортную магистраль для нашего города. И у нас это получилось. Одесситов прошу с пониманием отнестись к тем работам, которые мы проводим в городе. Для того, чтобы навести порядок в доме, в нашем общем доме Одессы, нам необходимо, ну, где-то немножко потерпеть. Потерпеть, потому что то, что не делалось на протяжении 30-50 лет, нам сегодня надо привести в порядок. И мы это делаем. При нехватке денег, при пандемии, но мы это делаем с любовью к нашему городу. Новощупной ряд, улица, которая выпала просто с карты города, она просто пропала, потому что движение было заблокировано торговлей, уличной торговлей на проезжей части. Старосиная площадь, это, откровенно говоря, тот непристойный вид, я не хочу говорить так, как говорят одесситы, непристойный вид, в котором она была еще до недавнего времени. Сегодня это, может быть, не так, как хотелось бы кому-то в своих фантазиях, но это вполне приличный, хороший вид. Благоустроенный, чистый, красивый, где нет места криминалу, где нет места лицам без определенного места жительства и так далее, и так далее. Это чисто, красиво и безопасно. Привоз, наша задача сегодня работать дальше в этом непростом микрорайоне, в этом простом и привести его в порядок. Ну, здесь произведены полностью замена всех коммуникаций, которые здесь находились. Полностью проложены все коммуникации, это означает, что никто скрывать асфальт не будет, покрытие. И, то есть, мы надеемся, что лет 15-20 без ремонта, как обычно у нас это происходит в городе, это простоит. Хотя, конечно, есть восстановительный ремонт, который должен быть, может быть, раньше. Мы движемся в сторону Преображенской отсюда, я думаю, нам еще нужно дней 15, мы дойдем чистым слоем до Преображенской, и дальше будем идти уже по Преображенской в сторону Пантелеймоновской. Продолжение следует...